Привет! На складе компании «АвтоСтронг» 250 000 отличных б.у. запчастей, а на складе «МотоСтронг» несколько десятков отличных мотоциклов. Мы сами их выбираем и привозим. Отдаем предпочтение байкам с минимальными пробегами и продаем их по честным ценам. Эти двухколесные скакуны не разочаруют и пройдут любые проверки. Если вы не можете приехать к нам, мы запишем для вас видео осмотр мотоцикла. Звоните, менеджеры «МотоСтронг» ответят на все вопросы, помогут с выбором и доставкой в Россию. Все контакты в описании к ролику. Прямо сейчас мы разберем первый V8 на нашем канале. Итак, встречаем Mercedes M119. У автомобиля Mercedes давняя традиция V-образных восьмицилиндровых бензиновых двигателей. Мотор M119 занимает в ней особое место. Это первый двигатель Daimler V8 с четырьмя клапанами на цилиндр и фазовращателями. В массовом производстве данный двигатель выпускался только в атмосферном варианте, а редкие версии для спортивных прототипов были оснащены битурбонаддувом. Мотор M119 выпускался с 1989 по 2000 год. Он является эволюцией моторов M116 и M117, которые уже в 1978 году перешли с чугунного блока цилиндров на алюминиевый. У этого двигателя, как и у предшественника M117, гильзы в цилиндрах не чугунные, а из алюминиевого кремниевого сплава. Этот V8 выпускался в трех вариантах рабочего объема – 4,2, 5,0 и 6,0. У всех этих вариантов разный ход поршней и диаметр цилиндров. За 10 лет производства этот двигатель сменил три системы управления и перешел с трамблерного зажигания к индивидуальным катушкам. Сегодня мы будем разбирать позднюю версию двигателя 4,2 V8 M119, снятую с Mercedes E-класса V210 1997 года выпуска. Также этот двигатель ставился на Mercedes V124, V140, а также C140. Все двигатели M119 являются надежными и долговечными. У них очень мало слабых мест, то есть сделаны они на совесть. Но это не значит, что эти моторы и автомобили, на которых этот двигатель установлен, можно обслуживать в эконом-варианте. Именно из-за экономии и отсутствия нормального обслуживания эти двигатели погибают. Датчик коленвала двигателя M119 создает всем хорошо известные проблемы при выходе его из строя. Двигатель может запускаться с трудом, либо вовсе не запускаться. При этом можно обратить внимание, что стрелка тахометра подниматься не будет. Также из-за этого датчика хорошо прогретый двигатель может заглохнуть и вовсе не запуститься. Как видите, он установлен на левом полублоке и считывает показания с маховика или с драйв-диска. Добраться к нему в подкапотном пространстве Mercedes весьма проблематично. Расходомер воздуха двигателя M119, который установлен именно на E-классе V210, находится над дроссельной заслонкой. Расходомеры воздуха пользуются большим спросом на разборках, поэтому мы расскажем о нем заочно, потому что его уже купили. Расходомеры воздуха на двигателях M119 с горячей платиновой нитью, температура которой постоянно поддерживается на уровне 180 градусов. Нить очень чувствительна к загрязнениям и имеет ограниченный ресурс. Напомним, что после остановки прогретого двигателя нить накаляется для удаления загрязнений. Исправный расходомер воздуха на двигателе M119 должен выдавать показания на холостом ходу расхода воздуха 16-20 килограмм в час. Неисправный расходомер является причиной неустойчивой работы двигателя, вялого отклика на педаль акселератора и увеличения расхода топлива. В ряде случаев ДМРВ можно почистить специальным средством, но лучше его заменить на заведомо исправный новый либо БУ. БУ, естественно, в «АвтоСтронге». Буквально на всех моторах М119 пришлось поменять жгут электропроводки, который проложен под двигателю. Из-за высоких температур под капотом изоляция рассыхается и осыпается, а это приводит к ряду сбоев, которые затрагивают и ДМРВ, и форсунки, и катушки зажигания, а также датчики. При такой проблеме двигатель будет работать с перебоями, с пропусками зажигания и с потерей мощности. Моторную косу электропроводки либо перекладывают, используя новые провода, либо меняют на новую. Хотя вот эта вот БУ выглядит у нас очень свежо. Позвоните в «АвтоСтронг». Дроссельная заслонка двигателя М119, которой также у нас нет, тоже купили. Соединена с педалью акселератора тросом, но в ее конструкции есть сервопривод, который управляет холостым ходом и служит для реализации функций круиз-контроля и антипробуксовки. Этот дроссель выходит из строя из-за осыпания изоляции в его корпусе на участке от электроразъема к печатной плате. Проблема решается перепайкой с новыми проводами. Со временем начинает сбоить электромотор. В его коллекторе образуется пыль с угольных щеток. Сопротивление моторчика и потребляемый ток увеличивается, ЭБУ фиксирует ошибку. Для решения этой проблемы надо добраться до коллектора электромоторчика, очистить там пыль и заменить угольные щетки для возвращения его в нормальное рабочее состояние. Еще в этом дросселе изнашиваются дорожки потенциометра и возникает обрыв в электромагнитной муфте, которая соединяет сервопривод и ось заслонки. Эти детали не восстанавливаются, их надо менять. Но новыми они не продаются. Их можно найти только у умельцев, которые разбирают эти заслонки. Ну а честь разобрать первый V8 на нашем канале предоставляется еще одному лысому члену нашей команды. Как говорится, один лысый хорошо, а два лучше. Встречаем, Серега, и мы начинаем нашу разборочку. Пускной коллектор двигателя М119 – это настоящее произведение искусства. Каналы здесь изогнуты вот так не для красоты, а для ускорения потоков воздуха. Придастом здесь есть канал, по которому антифриз уходит из ГБЦ. А вот это датчик температуры. Фазовращатели двигателя М119 расположены на впускных распредвалах. Благодаря им распредвалы отклоняются от коленвала в диапазоне 20 градусов. При скорости работы двигателя 2000 оборотов в минуту и после 4700 оборотов распредвалы опаздывают. А вот в среднем диапазоне оборотов распредвалы опережают коленвал. Фазовращатели имеют фирменную мерседесовскую конструкцию с электромагнитом внутри. А фирменная проблема этих фазовращателей – это течь масла по электрическому разъему магнита. Также масло может протекать из-за потери герметичности прокладки, которая находится между половинками фазовращателя. Эта прокладка отдельно не продается, а чтобы устранить течь, надо разбирать фазовращатель, сбивая вот эти заклепки и нанести на старую прокладку гермет. Течь масла никак не влияет на работу фазовращателей, просто на передних торцах ГБЦ будет грязно из-за запотевания. В долгосрочной перспективе масло по электрическим проводам может добраться до ЭБУ и вывести его из строя. На заводе в большинстве версий двигателей М119 установлены вот такие переходники с каналами подачи масла, гидрокомпенсатором. Эти переходники уплотняются вот такими уплотнительными колечками. Данный узел не служит более 15 лет. С возрастом растрескивается, либо же вываливаются торцевые заглушки и масло в должном объеме и под должным давлением не попадает гидрокомпенсатором. Гидрокомпенсаторы начинают цокать и чавкать. Раньше по ошибке приговаривали все гидрокомпенсаторы. Раз в 5-7 лет эти переходники надо менять. В 1993 году на некоторых версиях двигателей М119 появились вот такие металлические переходники. Но сейчас они уже новыми не продаются, но можно найти на разборках. При их замене стоит поменять вот эти уплотнительные колечки. А теперь о состоянии. К состоянию кулачков распредвалов у нас никаких претензий нет, но в ГБЦ жирный такой лаковый масляный налет. Один из самых хлопотных узлов двигателя М119 – это цепь ГРМ, которая растягивается каждые 150 тысяч километров. Оценить натяжение цепи можно следующим образом. Снять правую клапанную крышку, а затем выставить коленвал по метке в 45 градусов перед верхней мертвой точкой, естественно вращая его по часовой стрелке. Затем надо попробовать вставить штифт в отверстие крышки впускного распредвала и его шкива. Если отверстия совпадут, значит они соосны и цепь еще походит. Если не совпадут и не удастся вставить штифт, значит цепь надо менять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Несмотря на то, что в нашем двигателе цепь ГРМ порвана, встречи поршней и клапанов мы не видим. Также по состоянию мы видим, что цилиндры этого двигателя неравномерно расходовали масло. А вообще с этими головами ничего плохого не случается. Убить их можно только перегревом и встречей поршней и клапанов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А теперь продолжим про цепь ГРМ. При эксплуатации двигателя М119 с сильно растянутой цепью ГРМ ее биение приведет к ускоренному износу направляющих. А мы знаем, чем глубже канавки на направляющих, тем сильнее рассинхронизация валов. Сильно бьющая цепь ГРМ может разрушить межвальные башмаки и перескочить на пару зубьев. А это приведет к встрече поршней и клапанов в нескольких цилиндрах. С заменой цепи ГРМ лучше не затягивать. Если направляющие не изношены, то можно обойтись просто заменой цепи. В этом случае она меняется протяжкой. Для этого надо расслабить распредвалы, а затем закрепить их по меткам. Замена цепи протяжкой – это действительно действенный способ, потому что, чтобы снять вот эту крышку для замены цепи ГРМ, надо снять поддон целиком. Поверхность цилиндров двигателя М119 представляет из себя кремний. Алюминий здесь практически отсутствует. На производстве он вытравлен кислотами. И в результате получилась шероховатая поверхность наподобие хона. Кремний очень прочен и очень хорошо противостоит износу. Но если происходят механические повреждения кремния, то тогда этот алюсил можно точить. Существует аж два ремонтных размера поршней и поршневых колец. Однако после расточки в размер поверхность гильз надо обрабатывать кислотами. А такую услугу предоставляют лишь пара мастерских по всему миру и на производстве. Поэтому при перегильзовке сюда ставят чугунные гильзы. Однако некоторое время назад в продаже присутствовали оригинальные алюсиловые гильзы. Но их надо было тоже точить в размер с последующей химической обработкой. У нас версия двигателя с открытой рубашкой охлаждения. Есть еще двигатели с закрытым контуром М119. На поверхности гильз механического износа мы не видим. Состояние хорошее. Музыка. 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 После разборки цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма мы наблюдаем вот такую грандиозную картину. Восемь поршней, здоровенный коленвал и большие корни. Если говорить о состоянии, то все хорошо, только сильно закоксованные поршневые кольца. Пары трения практически без износа. Это нормально для 24-летнего Mercedes. Состояние блока цилиндров и поверхности цилиндров отличные. Конечно, подлинное состояние этого блока можно оценить нутромером. Но если бы не залегшие маслосъемные кольца, то этот мотор бы еще ходил четверть века. Разборка закончена и сегодня мы разобрали вот такой мощный олдскульный Mercedes мотор. Таких, к сожалению, уже не делают. Если вы хотите знать о моторах, коробках и запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».